Акция «Белый цветок» в помощь детям с тяжелыми заболеваниями, которая состоялась в Санкт-Петербурге по инициативе детского хосписа, вызвала горячую отклик у жителей города. Она явилась достойным возрождением и продолжением традиции благотворительности, существовавших в России с начала прошлого века. И уже третий год в городе на Неве эта акция объединяет как взрослых, так и детей. Кажется, что весь Невский проспект усыпан белыми цветами. У каждого, кто проходит в руках, этот символ чистоты и искренности, а на лице улыбка. Счастье от того, что кто-то подарил частичку добра, сделанного своими руками. Вот гуляю сегодня по Невскому, смотрю такая акция, детишки, цветочки. Прелесть, погода распрохаживается. А я знаю, что дети сами своими руками это сделали. И вот поддержка их нашими душами, поддержка их в их здоровье. Я думаю, что впечатление будет для них. И они выздоровеют, и дай Бог им здоровья. Это проходит акция «Белый цветок». Ее цель – сбор средств для медика, социальной поддержки тяжелобольных детей и привлечения внимания общества к проблемам онкобольных. Здесь, на Невском, и работники детского хосписа, и сами дети, которые нуждаются в лечении, и волонтеры, которым не безразличны судьбы ребят. Я считаю, что такие акции развивают в людях милосердие, показывают нам, что людям не все равно, что какими бы они ни были равнодушными в повседневной жизни, все равно они проявляют внимание, они жертвуют детям. Это о чем-то говорит. Это уже второй этап акции. Сначала дети из детского хосписа и учащиеся разных школ Санкт-Петербурга делали своими руками бумажные цветы на мастер-классах и уроках добра. Десятки тысяч таких цветов было создано общими усилиями. Мы учим детей добро. Мы хотим в первую очередь показать им личный пример добра, потому что детей учить можно только показав им пример. И более того, когда они это добро делают вместе со взрослыми. И вот это самый главный лейтмотив сегодняшней акции. Дети участвуют в творении добра в этом городе. Они делают белые цветы. Они искренне желают, чтобы эти цветы помогли их сверстникам скорее поправиться. И они знают, что то, что было сделано их руками, без сомнения принесет пользу их сверстникам. У каждого, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, непростая судьба. Семья Ли – одна из тех, кто борется из-за всех сил за жизнь маленькой Маши. Без хосписа мы бы никуда. Вы знаете, это такая организация, это такая вот духовная поддержка нас, вот именно с такими больными детьми. Мы чувствуем себя вот нужными. Мы чувствуем, что мы не брошенные, что мы всегда можем обратиться. Мы очень благодарны отцу Александру. Это человек, который сделал, я не знаю, островок счастья в нашем городе. Я настолько благодарна, что не могу словами выразить это. Практически у всех станций метро по всему городу волонтеры приглашали к участию в акции всех, кто хочет и может помочь детям, страдающим от тяжелых и неизлечимых заболеваний. Эта акция объединила усилия многих людей ради тех, кому ежедневно приходится бороться со страшной болезнью и ощутили радость от сопричастности к доброму делу.